Добрый день! Когда-то давно, много лет назад, увидел по телевизору, показывали замечательный фильм «Эль Сит» голливудский. Прекрасный исторический фильм, который, конечно, впечатлил весьма своей средневековой Испанией, красивым, крутальным героем, его подвигами, особенно когда он решил пожертвовать собой, чтобы победил его армию. Недавно по интернету уже, можно так сказать, на одном из каналов запустили испанский сериал, тоже под названием «Эль Сит», пятисерийный, небольшой. Если не смотрели, то обязательно посмотрите. Я сделаю еще текстовый обзор на Дзене, вот этой книжке и сериала тоже. И там вставлю пару эпизодов рыцарских сражений, которые были, отставьте рыцарских турниров, которые были в этом сериале. Там неплохо так снят рыцарский турнир, можно посмотреть. Ну, а, собственно, рассказ-то мой сегодня не о сериале, а о книге. Артура Перцерверта, которую вообще все особенно любят за «Капитана Латриста», серию книжек, которую он написал. Ну, у него много других книжек есть интересные, тоже «Фламандская доска», например, «Кошет для барабана», ну и так далее. Написал год назад книжку об Эль Сиде. Прошел год, наконец-то ее перевели на русский. Вышла она в издательстве иностранной литературы, одно из подразделений азбуки. Вот такая замечательная книжечка под названием «Эль Сид» или «Рыцарь без короля». Роман, про который он пишет, что из истории Эль Сида Реверта сделал шедевр. Ну, и если открыть и посмотреть на обложку сзади, тут куча всего Артура Пересарь Верта безошибочно знает, как приворожить зрителя, дьявольски талантливо и так далее. Испанская традиция богата на руев диасов. Это то же самое происходило с героями, как в историческом личности, как он проводил авторское изображение. Экскурс в историю Испании, готовая инструкция для будущих лидеров, просто увлекательное чтение. «Эль Сида» не просто образцовый исторический роман, великолепный книг, вообще говоря, без всяких жанровых охранничений. Перед вами не микро-нестилизация, а совершенно конечная литературная магия, дыры-пыры и так далее. В общем, это хороший исторический роман. Не очень большой, он всего 400 страниц. Я его как раз сейчас дочитываю. 400 с небольшим страниц, крупного текста, ну, к сожалению, никаких картинок, как это и положено. Ну, в принципе, историческая книжка, сами дофантазируете. Вот, очень хороший перевод, сделан Александром Богдановским, что надо отметить. Перевод действительно хороший, качественный, добротная такая работа. Хорошая, красивая обложка. Обложка оформлена Сергеем Шикиным. Вот, обложка с таким срифлением, стилизованная. Рыцарь, глупо красивая, вся такая себя под испанскую стилизацией. Ну, красиво. Ну, написано, как и положено Артуру Первой Среверте. Написано добротно. Если вы любите Капитана Алла-300, то эта книжка вам понравится, потому что она написана в точно таком же стиле. И еще, вот, хочу сказать, что в какой-то мере, значит, вот эта книжка напоминает чем-то саксонские хроники. Это другой писатель, английский Бернард Корнелл. Вот он тоже умеет вот так вот про раннее Средневековье, там даже еще более раннее, там вообще у нас девятый век. Умеет написать очень хорошо. Здесь у нас все-таки одиннадцатый век. Рыцари, которые только появились, пограничья, изгнанные из Гарсид и своего королевства. За то, что заставил короля дать присягу, что он ничего не делал со своим братом, а все так получилось случайно. Очень хороший язык. Так, прочитаю один из моментов, не могу не прочитать для общих впечатлений, потерпеть мой язык. Девочке, которая отворила дверь, когда в нее застучали рукояти мечей, было лет девять. Дом ее, как и все, которые раньше встречались с отрядом на пути, был закрыт для всадников. Ибо, опережая отряд, скакали королевские глашатые, оповещая зрителей, что по страхам смерти запрещается оказывать изнанным какую-либо помощь. Но люди Руи Диаса сказали, что с них хватит, и они дальше шагу не сделают, пока жители не дадут им еды и вина, а не дадут добром, у них возьмут силы. Когда местные в страхе заперлись в домах, не желая творять, воины решили вломиться в тот, который казался богаче прочих. И Руи Диас, измоченный, как и его люди, не собирался препятствовать им. Вот тогда на пороге и появилась эта девочка. Да в самом деле помнишь это Руи? Помню, разумеется. На спине у нее стояло переполненное семейство, отец, мать, братья, слуги. Может быть, девочку послали открыть, может быть, она это сделала по собственному почину, но так или иначе отворила и оказалась лицом к лицу с бородатыми, одетыми в железо людьми, столпившимися у дверей. Девочка была светлоглазая, белокурые волосы выбивались из-под платка кофе. Взглядом, где любопытство пересиливало страх, она обводила свирепые грубые лица пришельцев, словно отыскиваясь среди них главного. И, наконец, заметив, на кого смотрят все остальные, остановилась и остановила его на Руи Диасе. «Король убьет нас, сеньор!» Так сказала она тогда. Голос ее тонко позванивал хрупким стеклом, а вокруг установилось молчание, вязкое густой, как масло. «Умоляю вас, идите своей дорогой, Господь вам воздаст!» Такая простодушная беспомощность звучала в детском голосе, что все эти корявые, огрубевшие, покрытые рубцами вояки, храбители, насильники и убийцы по призванию роду занятий стали неловко переглядываться. «Пожалейте нас, сеньор!» С высадой седла Руи Диас молча смартглядел на девочку, а меж тем чувствовал, что как-то странно с одни к груди им пощипывает в горле. Ему вспомнили собственные дочери. На своих воинов он не смотрел, но знал, все зависит от него. Одно его слово, и от дома останется лишь зола. Но хрепловато и сухо он произнес не одно слово, а два. «По коням!» И девяносто семь воинов, покорные его воле, без возражений и даже не скривившись, вскочили в седла и медленно двинулись своей дорогой. Вот такой момент из истории изгнанного из своего королевства Эль-Сида. О том, как он воевал в пограничье, нанимался к маврам, сражался с христианами, маврами и в конце концов стал знаменитым воином. Роман Артура Переса, Реверта, Эль Сид. Настоятельно рекомендую почитать, если еще не читали.